А сейчас мы в Европе. Ребята, откуда идут проклятия родовые закупорки? Оттуда, когда 25% населения вырезал Владимир, заставляя верить в Христа, который сказал не убить. Очень удобно и совершенно безопасно говорить о делах очень прошедших. Почему? Я сейчас говорю. Давайте поговорим о нынешней ситуации. Вот был упомянут Волошин, был упомянут Крым. Мне интересно, что громадянин Украины думает насчет тезиса «Крым наш». Значит, я сказал это сразу «Крым мой». И каждый, каждый, осознающий себя интеллектуалом и игру, говорит «Крым мой». Ребята, в чем проблема? Какой Крым наш, Крым ваш, Крым мой? Это каждый может приехать. Что вообще 21 век, мы все земляне. Она смотрит, другие цивилизации смотрят, мы как дети в песочнике, которые мочат. Почему? Почему? Ну какой? Ну, мне хочется понять отношения конкретно. Отношения конкретно? Я еще раз говорю, в этой игре определенными игроками, которые продали Украину и имеют идею справедливости, мести, ибо в правом секторе внуки СС, внуки, которые хотят взять реванш, которые обижены на чекистов, есть предки и так далее. Есть справедливость и есть месть. В Украине сегодня нет Христа. А в России? Я знаю, о чем говорить. И в России на сегодняшний день в том понимании Христа, как он озвучен мистиками, посвященными еще до христианской культуры, в древнегреческой, я напомню, понятие «Христос было». Для этого нужно отмотать. И вообще это все игра, и это не фалу. У Джигурды есть Христос? У Джигурды есть Христос, сын. Я отец Христа. В этой игре я аж играл. Я чем Анисину пленил? Я сказал, ну что тебе будет от богатых партнеров? А у нас есть любовь, а в любви рождаются боги. Если родители понимают, что если в любви и в молитве они притягивают высокую душу, божественную, я ее этим пленил. И мой сын Мик Анжель Христос, что по-французски «Крист». Просто когда русский паспорт давали двойное гражданство, он же рождался 7 января во Франции, сам рождался. А я Анисиной до зачатия сказал, что ты родишь Бога любви, ты родишь Христа, у меня стихи и песни есть. Я оккультист, Жень. Оккультист. В отличие от мистика, мистика разделяет себя и высшие силы, себя и Творца, себя и Бога. Оккультист, изучив на себе и познав долгие посты, аскезу, молитву, осознает себя со Творцом, Творцом этого мира, Творцом любви другой нету. Нету. Никто не придет за тебя, не сделает то, что в своей игре ты постепенно будешь делать. Не в этом воплощении, так в следующем, в следующем. Но я против дедовщины, я против крови. Я объявил астральную войну тогда, год назад больше, Турчинову, Яценюку, потом Патрушенко, этим всем ребятам, которых я лично знаю, которые лично звали меня в лице Тягнебока присоединиться к их компании. В качестве кого? В качестве идеологического артиста, который владеет украинской мовою и писал наветь гимн Украины «Новый», «Новый». Чтобы не сгинуть наши вороженьки, как роса на траве, а хайгорилки выпьют с перцем наши вороги. И знамы заспевают «Эй, налывайте, помни и чары, щоп!» Вот это я все знаю, но я еще раз говорю, когда нет Христа, когда люди в прямом эфире у Савика Шустера, студия аплодирует и депутаты аплодируют сожжению живых людей и говорят, что горят колорады или черти в аду, я говорю, ребят, я вас люблю, я люблю Украину, я люблю всех людей, я посвященный, но я не с вами. Я там, где есть Христос в его проявлениях. В России он есть в проявлениях. А в Америке разве нет? А Америка только за счет посвященных, только за счет посвященных, а генеральный курс Америки и тех ребят и люминалов, кто правит, это люди совершенно без Христа. Какой Христос? Это жесть, это прагматика, это их желание, четкая и управляемая система, тотальный концлагерь, то, что хотел Гитлер. Я говорю с уважением к роду, но как к игре, помня, что в русской мифологии и истории есть князь Ярополк, который мог убить Владимира. Мультик, я говорю каждый раз, посмотрите официальный сегодняшний мультик о князе Владимире. И как люди князя Владимира, и Владимир бежит убивать Ярополка, и в итоге его убивает. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24. 24. 24. 24. 24.